Бег на короткие или длинные дистанции, ходьба, велогонка, плавание, скалолазание, существует множество видов спорта на выбор. При этом важно заниматься спортом не только с удовольствием, но и оценив свои возможности. Весна – это последний момент, чтобы приступить к активным тренировкам. Но как правильно к ним подготовиться, не навредив своему здоровью, расскажем сегодня в программе. Медики подчеркивают, они рады каждому, кто решил открыть в жизни новую страницу и начал активно заниматься спортом. Однако нередко эта решимость быстро исчезает, так как люди переоценивают свои силы. Вначале надо выбрать вид спорта, который бы нравился. Во-вторых, нужно выбрать интенсивность, которую вы способны сделать. Не надо выбирать вид спорта, который сразу надо начинать с большими физическими нагрузками. Поэтому начинать с таких, как видов спорта, ходьба, ходьба с палками, может быть, езда на велосипеде, которая не требует таких больших физических затрат. Важно понимать, что недопустима такая ситуация, когда человек записывается на соревнования и участвует в них неподготовленным. Есть целый ряд предпосылок, что нужно иметь в виду, чтобы достичь не только отличных спортивных результатов, но и сохранить хорошее самочувствие. Для здоровья не только важен спорт, но еще также важен режим дня. Тренировки, они эффективны только тогда, когда у нас идет эффективное восстановление. И именно во время сна у нас идет большая часть восстановления. Если этого недостаточно, то восстановление может быть недостаточным, и эффективность тренировки будет очень понижена. Приступив к программе тренировок для достижения результата, решающую роль нередко играет смена пищевых привычек, так же, как и допущенные ошибки в питании. Пациенты часто в свое меню включают белки, те, которые нужны для силы мышц, но не для их выносливости, чтобы можно было завершить дистанцию. Нужно смотреть на другие продукты, на овощи и фрукты, на зерновые, а не столько на яйца, мясо и рыбу. Продукты должны быть полезными, разнообразными по возможностям, чтобы организм получал разные минеральные вещества, витамины и достаточное количество энергии. Чтобы убедиться, что сердце в полном порядке, и оно выдержит физические нагрузки, специалисты советуют пройти тест с нагрузкой. Мы смотрим электрокардиограмму, пульс, мы смотрим давление, как реагирует на физическую нагрузку, и при этом можем дать рекомендации, при каком пульсе, при каких скоростях человеку надо начинать двигаться, начинать ходить или бегать, и какие нагрузки для него нежелательны на данном этапе. Если человек не способен продолжать тест, мы заканчиваем. То есть если он хочет знать свои максимальные способности, он нам показывает свои максимальные способности. Если он хочет остановиться раньше из-за какого-то дискомфорта, или болей, да, или есть какие-то медицинские контроликации для продолжения теста, тогда мы его прекращаем. То есть время теста, оно в принципе не ограничено, и все зависит только от того человека, кого мы тестируем. Хореограф и педагог по танцам Агрис Данилевич в этом году принял спортивный вызов участвовать в марафоне. Он вернулся с отдыха на Кубе и продолжил тренироваться. Чтобы проверить свою выносливость, он отправился в медицинское учреждение в СЛВС-центр Четри Кэпитал Клиник Рига, где прошел тест с нагрузкой. Да, это надо было сделать, и я хотел бы пройти это тогда, когда дойду до участия в марафоне или же после. Ведь эти результаты мне кажутся интересными, особенно если сравнивать эти варианты. Как было, как есть и как будет. Не прогнозирую ничего, но просто в разрезе времени исследовать, что происходит с телом, что происходит с пульсом, что происходит с кровеносным давлением. Спортом занимаются не только взрослые, но и дети. В качестве профилактики специалисты им тоже рекомендуют пройти проверку с нагрузкой. Если ребенок начинает заниматься спортом, он идет в какой-нибудь кружок спортивный, то он обязательно должен пройти обследование у семейного доктора и получить справку о том, что он способен делать повышенные физические нагрузки. Если семейный доктор имеет какое-то подозрение, что ребенок не способен это делать, он направляет его к специалистам. Василобесцент 4 имеет детский центр, где есть педиатры, физиотерапевты и спортивный доктор, который может проконсультировать ребенка и разрешить или запретить ему такие повышенные физические нагрузки. Анита Кожимака сейчас находится в Португалии и она активно выполняет программу тренировок, чтобы подготовиться к новому сезону. В разговоре при помощи скайпа Анита поделилась опытом, что нужно учитывать, чтобы успешно подготовиться к тренировкам. Те, кто хочет начинать тренироваться и в принципе всем желающим заниматься спортом, нужно начинать тренировки уже сейчас. Первый важный фактор – процесс тренировок должен начинаться постепенно. Нужно брать во внимание свое самочувствие. Любой сигнал, который дает нам наше тело, организм, сердце – все это надо брать во внимание. Если вы планируете активно заниматься спортом, принять участие в марафоне или поставили себе цель на весну, начать бегать, специалисты советуют сначала проверить состояние своих стоп. Дело в том, что весь человеческий организм – это одна кинематическая система. Все суставы между собой связаны. Суставы стопы связаны с суставами коленного сустава и сустав коленный связан с позвоночником через таз. Что значит, что если что-то не в порядке в стопе, это будет давать свои симптомы и на стопу напрямую, и на симптомы, которые возникают в коленном суставе, и на спину, в том числе на позвоночник. Поэтому мы начинаем сначала оценку опорно-двигательного аппарата в принципе со стоп. Мы смотрим, как стопа себя ведет тогда, когда она стоит, когда человек идет. И используем различные методы диагностики проблем стопы, чтобы разрешить эти проблемы разными способами. И тогда мы можем посоветовать человеку правильные обувь, какие-то конструкции, которые помогают его стопе при беге, для того, чтобы он бежал как раз-таки без боли. Веселый бус-центр Четри в кабинете коррекции осанки и походки в течение одного визита можно изготовить для каждого индивидуальные ортопедические стельки для обуви с целью стабилизировать стопу, скорректировать осанку и предотвратить дальнейшую деформацию стопы. Для каждой стопы может быть свой беговой кроссовок, потому что по конструкции они тоже могут очень сильно отличаться. И то, что годится одному бегуну, будет совсем неудобно другому. Поэтому обязательно надо исследовать стопу, чтобы знать, какая у вас стопа, чтобы выбрать себе правильную обувь. И если это требуется, по медицинским показаниям сделать еще и ортопедическую стельку, для того, чтобы стопа вас никаким образом не останавливала перед новыми достижениями. Знаменитая латвийская бегунья Елена Прокопчук признает, что благодаря помощи специалистов и своевременной диагностике стопы она смогла продолжить свою спортивную карьеру. После родов у меня были проблемы, я, можно сказать, тренировалась все время с болью. И в какой-то момент мы решили, что, наверное, надо пойти к ортопеду и обратиться за помощью. И на самом деле помощь ортопеду была, можно сказать, моментальной. Он сделал мне стельки, которые решили мои проблемы в один день. Да, потому что, почему важно эти проблемы решать? Потому что, если ты не решаешь эту проблему, у тебя что-то болит, то это как ком начинает цеплять другие проблемы. Заболели стопы, потом заболеют колени, потом заболеют забедренные суставы. Поэтому тут не надо стесняться, тут надо, как говорится, волноваться о себе, заботиться и по возможности как можно быстрее решать эти проблемы. В конце февраля спортивное агентство «Иго Япинша» и «Веселый Бесцентр Четри» пригласили всех желающих на второй бесплатный семинар, который посвящен участникам соревнований по велоспорту на горных и шоссейных велосипедах, вне зависимости от достигнутых в прошлом сезоне результатов. Особым гостем мероприятия стал чемпион мира 2000 года, а ныне главный тренер латвийской сборной по велоспорту Роман Вайнштейн. Он подчеркивает, что важно своевременно начать программу тренировок и следить за своим здоровьем. Каждому человеку лично нужно составить свой стиль жизни и план тренировок, базироваться на том, что он делал в прошлом или на том, чего хочет достичь в будущем, как часто тренироваться ему позволяет работа или семья, финансовые возможности и каких результатов он хочет достичь на соревнованиях. Проверка своего здоровья, уверенность в своих силах и продуманная программа тренировок – вот залог хороших спортивных результатов. Желаем достигать поставленных целей, спортивных побед, но помните, что ничего нет важнее здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова